Губернатор Краснодарского края обратил внимание Андрея Жукова на курортную зону, в том числе строительство обхода Анапы и на расширение Новороссийской трассы с объездами населенных пунктов. По мнению главы Кубани, важно своевременно подготовиться к туристическому сезону. Дороги не должны вызывать нарекания ни местных жителей, ни гостей. Количество автомобилей, автотуристов, которые въезжают в летний период, кратно, больше чем в 10 раз превышает тот норматив, который должен быть на дорогах нашего края. И, безусловно, дороги требуют ремонта, они требуют качественного состояния. Их все-таки в летний период, чтобы мы изначально договаривались, ни реверсов, ни каких-либо иных препятствий для того, чтобы беспрепятственно, как я уже сказал, автотуристы, автолюбители двигались по нашим дорогам. Мы начинаем уже плодотворно взаимодействовать с отраслевым вашим министерством. И все, что будет зависеть от нас, мы точно, если где-то даже не в плановом режиме, хотя человек системный и должны переводить в плановый режим, но в ручном режиме, точно с учетом курортности и остальных задач, будем вместе принимать эти решения. Дороги нашего края – это визитная карточка региона. Визитная карточка. И не только качество дорог, но и то, что на обочинах. А если шикарная дорога, иначе как не скажешь, либо первоклассная сама магистраль, а вокруг сарайчики, либо сервис, где страшно заехать, вот это все впечатление от края, оно тут же сводится к нулю, поэтому все должно быть прекрасно. Все, поверьте, и магистраль, и качество покрытия, и сервис придорожный, и в целом, что мы смотрим, когда отводим взгляд от трассы. Обход Анапы планируют построить уже в следующем году. Особое внимание губернатор уделил платным участкам трассы. Вениамин Кондратьев считает, что для легкового, нетранзитного транспорта проезд должен быть на льготных условиях. Сегодня федеральный центр принимает решение о платности определенных участков, где-то и полностью проезда по федеральным магистралям. Здесь нужно сбалансировать, в том числе, здесь подход, потому что для жителей населенных пунктов, через которые проходят федеральные дороги, это не просто дорога, чтобы доехать из одной точки в другую, это дорога жизни. Дорога, которая исторически была единственной дорогой, да, ее сегодня реконструировали, ее повысили классно, все это понятно, но все равно она остается единственной дорогой для жителей многих населенных пунктов, рядом с которыми она проходит. Добраться и в краевой центр, и даже до места работы, еще раз подчеркиваю, это у них ежедневный маршрут. Это не путешествие, как для многих, еще раз подчеркиваю, миллионов туристов, которые к нам проезжают, или проезжают один раз и в одну сторону, а второй раз возвращаются. Это утро-вечер, вечер-утро и каждый день. Я думаю, надеюсь, здесь на ваше понимание и поддержку. Мы обязательно совместно все это рассмотрим, применим. На встрече обсудили и строительство дублеров трассы Джубга-Сочи. Для этих целей планируется резервирование краевой земли. На сегодняшний день в федеральном подчинении находится больше полутора тысяч километров дорог в Краснодарском крае. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова